Всем привет, друзья! Я еду в Москву, все уже готово, вы едете со мной, полетели! В этом влоге вы увидите встречу с Владисом, также обзор его особняка, огромный особняк, красивый особняк, я уверен вам понравится, а также вы увидите зарубу с Владом и многое-многое другое. Вас ждет интересное приключение, готовьте попкорн и наслаждайтесь! Все, ребята, я в Москве, короче, в поезде была дичь вот такая и вот такая. А сейчас мы с Дисой идем, куда мы идем? Мы идем отдавать комп на бочинку, а также потом поедем к Владу и вы все увидите. Влад забрался в самую задницу, это даже за Москвой находится, короче, ехали 50 минут сюда и сейчас на такси минут 15, да, пацаны? Просто фруктовый рай. Это рай для Влада, вы знаете, что Влад ест только фрукты, овощи, вот, просто рай. Друзья, приехали к Владу, дорога заняла полтора часа от Ленинградского вокзала, то есть это вообще жесть, где-то под Зеленоградском, там, очень далеко. Ну что, друзья, заходим в этот особнячок, смотрим. О-о-о-о, здорово, братец-ка! Пойдем я вам покажу. Ну что, да, рассказывай, владения свои. Покажу сначала, пойдем. Рассказывай, показывай, владения свои. Пойдем, мы прям уходим, да, владенец? Это вход на озеро, оказывается. Да, это теперь официальный вход на озеро. Тут, когда тепло, тут офигенно купаться, тут торфяны, тут родники протекают, тут все такое прям. Реально, здесь у нас будет две баньки. Это все видеоблогерство. Да. Когда будет 500 тысяч подписчиков, он же скоро, брат, я надеюсь, скоро будет жить здесь. Я тоже с двумя банями буду и на озере жить. Ну что, Влад, как ты попал вообще в этот дом? Расскажи историю небольшую. Почему ты решил сюда? Ну как почему? Ты видел, какая тут природа? Хароматрад. Ты видел, как тут просторно? Ну ты видел, где это находится? Ты знаешь, я сначала пугался, я боялся, потому что я жил в квартире, да, там, типа, 15 минут до центра. Ты, ну, все нормально. Я первый раз, когда сюда приехал, меня немножко потрясывало. Я понимал, что, блин, если я буду жить вот в этом, как убираться элементарно, ты прикинь, убрать вот это вот все. Да, тут сразу проблемы куча, там жена тоже начала, я ее, считаю, не привозил. Она думает, как, как, как мы переедем, а там же цивилизация, там люди, там все, там ты. Тут обычно нанимают горничных, да, каких-то, выбираются богатые люди. А ты сам все тут или как? Конечно нет. Через, через пять лет, а какой через пять? Году через два здесь будет самое топовое место. Ну, тут, видишь, тут, короче, тут жил мужик, он, он владел антиквариатом, потому как, ну, в смысле, магазинчиком антиквара. Он копит все. Угу. Надо. Ну, ему нравится, влезяки он, он любит во всем этом копать. Он не сдает их, просто копит? Просто копит. Сколько стоят твои штаны? Штаны, конечно, смотрите. Штаны мне подарили. Великолепные. Да, я поэтому, это... Они у тебя не одни, я видел у тебя... Я так понимаю, ты в них растяжку делаешь, да? А, на грамме я видел другие какие-то, еще красочные. Беленькие. Это у меня друг, он типа дизайнер, он говорит, на, я говорю, во. А, он тебе лук, да, составлял сегодняшний? Так, давай снизу, Вера, сколько это стоит? Сколько стоит твой штаны? Сколько стоит твой штаны? Так, это что у нас? Валенки от Гучи. Валенки от... Штаны от Юдашкина. А я сегодня еду такой, в плацкарте, короче, девчонка такая заходит. И с Гучи чемоданом, просто ультра крутой, я не знаю, наверное, 1150 стоит. И в плацкарте, в плацкарте. Тут еще три клада где-то зарыты. Клады? Да, мы не знаем, что тут в этом доме. Ну, тут будет, да, такая, летний ресторанчик. Сам дом, он выполнен в стиле Шехтеля. Это такой, ну, достаточно популярный архитектор. То есть вот эти вот все закруглости, грибочки. Сейчас зайдете домой. Дом реально готовит. Вы видите то, что там нет углов. Там все углы такие закругленные для того, чтобы энергию, как сказать, копить. Энергетика была такая, попла. Человека в детстве в угол ставили много. Он убрал все углы в доме. А сейчас я вас познакомлю с хранителем этого дома. Это наш общий проект. Вон там, человек Юр. Можешь его подснять так, чуть-чуть так, вернуться. Привет. Привет. Это наш общий с Юрой проект. И здесь... Как ты думаешь, что можно сделать из этого пространства? Что бы ты сделал? Тут можно привести огромное количество людей и что-то очень глобальное замутить. Тусу. Тусу, да. Тусовка. Пати-хар. Ну, на самом деле, мы как бы это, за ЗОЖ, за спорт, за всякую такую штуку. Тусу, ЗОЖ. ЗОЖ, Тусу, да. Соки пить. И то есть сейчас мы планируем это все пространство переделать, там, озеро, вот это. Все будет в таком спортивно-ориентированном направлении. Будем приглашать сюда мастеров крутых, вообще разных направлений. Ну, то есть там, те, которые известны. По спорту, да? Да, да, да. Там какие-то боевые искусства, какие-то... Ну, на самом деле, мы здесь хотим сделать такой рай для себя. Так, это Юра. Рай. 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 Артур. Артур. Очень приятно. Итак, и мы, Артур, попадаем в наше царцарское лозу. Раскошно. Сейчас чуть потолешь, а побольше разобьем. Так, какой-то каминчик, короче, растопим. Тут, Денис, твоя тема. Всякие рукостой, рукоходы. Я уже заценил, я уже проверил. Покажешь мастер-класс. Сегодня мы поставили штамп, Артур, будешь меня учить, а то я это... Соточка есть там? А? Вот соточка есть. Нормально. Я думаю, мне ее хватит вот только так. Ну, давай. Прежде чем зайти в VIP-зал, мы должны позвонить. Вот это да. Мы звоним, нам говорят, да, входите, и мы такие, хорошо. Ух, заходи, погоди, я сейчас закрою там. Оу. И тут мы попадаем в... В теремок. В теремок. В теремок. Внутри дома есть дом. Да, классно. Тут у нас, как бы, такие вот, можно поставить столы. Тут будут играть в шахматы. Да, будешь приезжать в шахматы? Да, конечно, классно. Каждый день буду приезжать. Вот. За полтора часа. Здесь у нас тоже два камина. Вот так вот проходим, идем дальше. Может, можно в студию бахнуть? А вот теперь мы попадаем в московскую улочку. Это очень круто, это прикольно. Шевельное пространство такое. И прохладно, ребят, прохладно. Ну, пока мы не знаем. Летом идеально будет. Просто на улочке сидишь такой, везде жарко, у тебя на улочке холодно. Влад, я думаю, самый интересный вопрос, да? Да. Людей всех будет интересовать, сколько этот дом может стоить? Сколько? За сколько? За сколько можно купить этот дом? Знаешь, давай я немножко слукавлю. Я скажу то, что больше ста миллионов. Ну, тут типа дегустация вин когда-то была. Это комнатка с секретом. Потому что мы берем, открываем стол. Оу. И там у нас такая винная погребальня. Что там видать? Что-нибудь? Вот. Ух, как холодно в бомбоубежище. Секретная дверь. Тут цветов, к сожалению, нет. Здесь можно стариться просто стариться. Блин. Если тут кого-то запереть, то это будет просто... Это идеальный дом для депутата просто. Казатропа. Взятки складывать. Это, знаешь, деньги просто. Отсюда вы не выберетесь. Да мы как раз просто прибрали тут маленько. Тут просто можно заблудиться в этом доме. Офигеть. Вот здесь можно реальную студию прям заделать. Прямо. У Влада, короче, контента будет. Это просто на час, наверное. А можешь просто в каждой комнате снимать новый контент? Я-то это коротко сделаю, а вы посмотрите, у Влада полное обновление. Блин, еще тут бассейн. Да, тут у нас ядрить. Тут у нас бассейн, сауны. То есть мы сейчас прошли вот эту часть, там дальше бассейн. Так, берем, снимаем. Вот мы это основной зал с каменом. Тут мы зашли. Сейчас мы попадем в верхнюю часть этого. А, ну, кстати, вот, да, вот эти вот. Я пытался вот тут готовить наши заруби, но это как... Ну, такое себе, да. Торняки два дня назад повесили. Такое себе. Так, тут уже ребята занимаются. О, тут у нас такой. Драка, драка, драка. Эксклюзив. Зал для йоги, для всякого, вот такой. Покажи царскую. Царскую верить. Давай, бойся с апперкотом. Короче, фишка этого пространства, то, что здесь четыре стихии. Сейчас мы попадем в огонь. Огонь. Мы заходим. И тут такая градиентно поднимается. В огне тут такие вот... Влад, последний раз мы с тобой виделись там, не знаю, пару месяцев назад, может, четыре. Я тебя спрашивал, как у тебя вообще самочувствие, как ты перешел к староедству и так далее. Хочу задать тот же самый вопрос. Как самочувствие, что изменилось, можно ли набрать массу на этом всем, расскажи немножечко. Ну, смотри, ну, как бы, видишь, да, визуально, вроде, нормально, улыбаясь, там, хожу, пробегаю, все это. Сейчас еще подтягиваться с тобой будем, посмотрим. Надеюсь, это не только издание. Я же недавно марафон пробежал с дубу просто без подготовки, думаю, надо марафон бежать, и все. Ну, нормально себя чувствую, короче. То есть энергию дают овощи, фрукты, да? Да, ну, они не забирают, я бы сказал, что. То есть изначально есть энергия, ну, там, что, они быстро переваривались, нормально. Масса. Такой интересный вопрос. В шоке было. Я три года назад перешел на эту всю тему, я весил 69-70. Сейчас я вешаю 70. Ой, Ваня, там, сломался что-то. Катюши. Сломался. А все, брат, ну что, взял перебил, ну, себя же. Ладно, масса. Три года назад до этого, ну, я когда нормально питался, как себе, 69-70. Сейчас я вешу 75-76. А когда ты вот перешел, она упала, масса, конечно, да? Сильно? Я до 64-х, то есть я практически высох. А рост какой у тебя? 83. 183. Когда меня папа увидел, папа меня увидел, он говорит, Влад, ты что-то делаешь. Ну, потом, когда начал набирать, начал устанавливаться, ну, просто, ну, организм. И все пошло, да? Да, перестраивается, и потом это уже. Здесь антикварная мебель. Пахнет мебелью антикварной. Да, прям ей пахнет. Сейчас мы будем с этим сражаться. Сколько стоит мебель? Ну, ты знаешь, нам ее оценили и сказали, ребята, вы просто боги то, что у вас это мебель. Серьезно? Дура? Ну, да, ну, как бы, на самом деле, мы очень просто. Сколько стоит твоя мебель? Да, Дудь, Юрий и Дудь, продать мы ее не смогли. Сколько стоит твоя мебель? Антиквары не захотели ее брать, говорят, слишком много. Попробуй поднять матрас вот так, ради такого. Это матрас. Вот за эту, наверное, штучку. Нет, твою мать! Вообще, он весит 200 килограмм 100, наверное. Один матрас. Жесть. А он мягкий вообще? Ну, кстати, да, мягкий. Но почему-то очень тяжелый. Это вода. Очень основательно. Что-то делать? Создали для себя такой уют. Мы попадаем на крышу. О! Да, травка мы твоим. Она. А, не, нормально. Тоже прикрывай пока. Классно! Вот тут летом будет, мы постелим такую травку. Здесь можно на руках стоять. Вот площадку вот тут поставим. На крыше давай. Давай воркаут-площадка на крыше. Первая в России воркаут-площадка на крыше. Да, она огненная быча. Ну, в принципе, вот. Предлагаю сейчас Денису встать на руки вот здесь. А, кстати, да. Сейчас нет, надо размяться. Если чё там, как написано, ангелы тебя подхватят. Если чё, это будет охеренный контент, да? Да. Турникмен сорвался с дома за 120 лям. Огромное, огромное просто здание. Просто огромное. Мы ходили тут минут 15, наверное, смотрели. Я Юрий Дудь. Юра, сколько ты зарабатываешь? От того, что я буду считать, я не буду. Примерно, ну сколько примерно? Примерно не считаю. Ну, 5 лямов есть? Я думаю, гораздо больше. Всё, спасибо. Этого нам достаточно. Друзья, мы сейчас с Владом будем снимать жёсткую зарубу. 60 минут. Влад любит такие действия по 60 минутам. Весить 60 минут и так далее. Это же весело. Это весело, да. Но ты никогда не наберёшь масла с таким образом жизни. Вот. И поэтому, если вы хотите это увидеть вместе со мной, как мы будем зарубаться жёстко, переходите по ссылке в описании. Я тебя там порву. Вот я тебя порву. Я уже отвечаю. Возможно, он меня порвёт. Поэтому переходите в описание, подписывайтесь на Владика. Блин, цухайте. И тогда увидите просто, как мы будем рубиться. Короче, давайте. 60 минут подтягивания. Погнали. Погнали. Тактика похожа, я смотрю. Турчок, как ощущения? Неплохо. Немножко подойдёт. Тем временем прошло почти вот 6 минут. Ё-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Ё-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Это очень жарко, особенно в термобелье. Это жесть. Там тайминг на видео, подпишем, 7 минут, раздевается Артур. Всего лишь 9 минут рубимся. Но уже чувствуется дыхалочка так. Сбивается пульс, сбивается дыхание. Вот. Но работаем дальше. Работаем. Не отбиваемся от плана Ребят, идёт Там 60-ая минута уже Ну, 50 минут, думаю, 60 Это жесть Просто плечи забились Я редко чувствую, что у меня плечи забиваются Потому что у меня их нет Но просто пам, дичайшая, руки как будто весят по 20 килограмм Почему, что так свои плечи не любишь? Давай, брат Давай, подожди ещё раз Это выглядит странно Короче, мы разгадали секрет Влада Ему Ваня подкидывает Короче, винограды сметанчиком Заряжает его по полной Последние 4 секунд 3, 2, 1 Отказ, это жесть Ну что, друзья, заселился в отель Сейчас посмотрим, что за номер у меня Ага, нифига себе Такой маленький Что тут? Толкан Ну, в принципе, больше мне не надо Типа, я просто поспать тут Я целыми днями там где-то на съёмках Либо гуляю где-то Поэтому пофиг, нормально А так, спасибо большое за внимание, ребят Поставьте лайк этому видео Потому что я старался Мы много контента для вас сняли Также подпишитесь на канал Не забудьте Обязательно напишите какой-нибудь комментарий Чтоб их много-много было Увидимся в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok